Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте немножко сегодня поговорим о языке. Вообще в иудаизме человек называется человек говорящий. Не человек разумный, не человек какой-то другой, не хомо сапиенс. Человек говорящий. Способность говорить, способность общаться отличает человека от животных и делает его богоподобным. Потому что умение говорить, излагать свои мысли, это безусловно от Бога. Сначала было слово написано. В нашем мире нам иногда кажется, что физический мир, физические кирпичи, они важнее для построения мира, чем все остальное. Нет, мир строится словом. Слово сильнее действия. Мир был им построен. И такие производные, как клятва, какие как сплетни, такие как злословие, все это может идти. Либо присутствовать и быть хорошим, либо отсутствовать и быть нормальным. Вообще потенциальная возможность существует человека опуститься ниже всех созданий, ведь человек существо говорящее, говорят Каббала. Язык это вообще индикатор духовности человека. Язык проявляет то, что находится в душе человека, в сердце точнее его. Глупые, мудрые, говорят, узнаются по языку. Еврейская традиция учит нас нести ответственность за свои слова перед другими людьми и перед Творцом. Понятно, что человеку не следует клясться именем Всевышнего без серьезных оснований. Об этом написано в десяти заповедях. Но и без клятвы, где бы это ни было, даже в обыденной жизни, религиозные евреи никогда не пользуются словом свободным. Например, клятва. Клятва обладает огромной силой. Она имеет приоритет даже над заповедью Торы. Предположим, кто-то поклялся, что никогда не будет сидеть в шалаше. Из-за этого он не имеет права уже в сукот находиться в шалаше. Такой человек от обязанности проводить время в суке освобожден. Хотя он совершил большой грех. Таким образом, слова не просто определяют моральные обязательства. Не только заставляют человека хранить данное им слово, но и обладают силой, способной менять реальность. При этом клятва оказывает воздействие не только на того, кто ее дает, но и на окружающих. Например, по еврейскому закону я облечен властью, позволяющей мне запретить груши кушать какому-то другому человеку. Для этого надо дать клятву, что этот человек не должен есть. Евреи обычно не говорят, приду в 4 часа. Принято говорить, если захочет Всевышний. Или всегда говорят, блин, без обеда. Почему? Этим подчеркивается, что все наши планы в руках Бога. Чтобы потом не пришлось отвечать за свои слова не только перед человеком. Человек простит, наверное, опоздание там или что. Но перед Творцом. И нарушивший обещание совершил поступок. Его слова расходятся с делом. За проступок, получается, обязательно будет наказание. Самые большие враги мира, самые большие нечестивцы, такие как Немрот, написано, что он был ловцом своим, он языком ловил людей. Да и сейчас очень много демагогов, которые красиво так выступают, рассказывают и приводят мир к несчастью. В суде, например. Хотя суд в определенных случаях может предложить человеку поклясться, чтобы получить то, на что он претендует. Отказ от клятвы будет стоить ему, даже если большой материальной потери, многие религиозные люди отказываются от своих требований, лишь бы не клясться. Потому что по результатам высшего суда, когда ты клянешься, можно потерять больше. Бывает, что за страх перед небом они даже удостаиваются большой наградой. Написано, что когда человек клянется, даже если он говорит правду, в этот момент начинается суд над ним вообще, над всеми его действиями. А кто устоит перед этим судом? Слово Тора и молитвы соединяют душу человека с Творцом. Слово, да? Но есть одна вещь, которую должны понимать. Например, ты подносишь царю какой-то подарок в каком-то сосуде. Какой бы ни был внутри замечательный напиток, если ты даешь его в грязном каком-то сосуде, во-первых, не будет принят этот подарок, во-вторых, ты еще будешь наказан. И в основном запрет на, когда человек говорит злые слова, плохие слова, там нецензурные слова, да, то он сосуд свой делает грязным. И вот этот рот, полный такими словами, он теряет святость и не может служить свястым сосудом. Более того, написано, где-то день не принимается молитва человека полностью. Сосуд нечист. Есть еще возможности лгать человека. Чем он взрод? Ртом. Привычка лгать укореняется с детства по формуле ребенок, там шалит, портачит что-то. Наказание неизбежно. Но маленькая ложь она спасет. Маленький слабый человек чувствует, что не может защититься от мира, не солгав. Привычка становится потом второй натурой, человек проникает с ощущением, что ложь может быть панацеей от всех бед, особенно бытовых. И таким образом написано вообще интереснейшее вещь. Ложь отделяет нас от Всевышнего, печать которого, что написано, истина. Ложь раздваивает нашу душу, написано в древних книгах. Она лишает нас душевного покоя. Поэтому именно ответственность за каждое слово придает значение нашей речи. Тот, кто хочет быть услышанным наверху, тот, кто хочет, чтобы были услышаны его молитвы, надо позаботиться над тем, над повышением, ну как это сказать, удельного веса своей речи, качества речи. Это все слова, которые мы говорим, плохие, злые все, это не просто так. Мы сами вонзаем нож в свою судьбу. Давайте попробуем эту неделю посвятить тому, чтобы немножечко очистить свою речь. Брахавы от слаха всего самого-самого лучшего. Тем более, что об этом говорит наша недельная глава Матота. Продолжение следует...